тема сегодня захватывающая мы сегодня будем говорить про макроэкономику инвестиции и вот вот про это все хорошо мы будем сегодня говорить о том куда идет мировая экономика куда идут рынки куда инвестировать но для начала я каждому из наших спикеров задам такой личный вопрос для разогрева а потом мы уже пойдем иван первый вам вот фондовый рынок согласно вам это казино в шервудском лесу и получили вот эти вот робин инвесторы робин гуды которых вы заметили первый раз год назад примерно у себя в фейсбуке они конечно уроки свои получили до означает ли это что инвестиции для профессионалов и любителям нужно сидеть в фондах под доверительным управлением сожалению просто многие люди вот последние годы особенно розничные инвесторы действительно начали рассматривать инвестиционный рынок как казино я просто знаю многих людей которые еще там год назад они не могли отличить акцию от облигации сегодня они пишут фейсбуке огромные посты о том как надо управлять портфелями сколько надо там денег отложить на участие в ipo как надо сооружать сложные стратегии из опционов теоретически за год можно многому научиться но я сомневаюсь что за год можно стать там профессиональными или скажем квалифицированным торговцем опционами как хорошо не учись и при этом выполняй еще и какие-то другие жизненно важные задачи у себя на работе и в семье поэтому вот эта тенденция когда многие люди просто делают ставки просто понаслышке слышат какие-то знакомые имена название компании делают ставку выиграла замечательно я великий инвестор я уоррен баффет я вообще всех научу как вкладывать деньги проиграл ну об этом мы будем молчать из краткосрочного инвестора из трейдера превратился долгосрочного буду ждать пока ну все обязательно мне говорили разные опытные люди время всех вылечит время вырастет эти цены до нужного уровня когда нибудь восстановится ну вот и большинство людей с кем я говорю ну вот мой личный криптоопыт на мало кто хочет анализировать мало кто хочет смотреть в корень компаний что это за компании что там кроме названий большинство из этих новоявленных инвесторов с трудом понимают там отличают баланс от отчета прибыли и убытках я уже не говорю идти дальше вглубь финансовых документов поэтому таким сказать у меня эта ситуация пугает в конце они концов они инвестируют или играются не моими деньгами своими но во многом негативный опыт конечно кого-то части какой-то части розничных инвесторов если случится кризис конечно они потеряют с таким подходом деньги и деньги немало это может их отпугнуть и испортить общую картину в целом я считаю что рынок облигаций рынок капиталов скажем так международный для украинских инвесторов для физических лиц это прекрасная альтернатива за сколько можно покупать квартир сколько можно играться с ув газетом и другими какими-то вещами ну наверное вот так да спасибо сергей следующий вопрос к вам джентльмен с бивалентным расстройством с постоянным приступами шизофренией это не про сергея это так сказал уоррен баффет про инвестора вечно находящегося в стрессе сергей постоянно уорена баффета цитирует вот каковы ваши личные рецепты борьбы со стрессом ну в первую очередь всем добрый вечер я абсолютно согласен вот с таким медицинским определением рынка главная характеристика того что нужно наверное быть экспертом профессионалом для того чтобы общаться вот с таким вот пациентом которым он пишет понятно что работа на рынке любого инвестора будь то розничный инвестор либо профессиональный управляющий я считаю что и всегда об этом говорю большой большая часть залог успеха это психологические факторы то о чем говорит очень часто тоже иван я вчера даже абсолютно согласен прокомментировал его пост браво за смыслы очень очень круто написано поэтому рекомендую даже почитать вчерашний по моему поздно характеристика но если вернуться по тому как работать со стрессами да это я точно знаю здесь среди присутствующих даже много людей которые инвестируют самостоятельно в том числе и в первую очередь нужно понимать с кем ты работаешь ты работаешь с одной стороны с очень рациональной системой которая абсолютно точно действует по принципам и закономерностям если ты это понимаешь если тебя хватает воли духа просите меня за такую но там стальных каких-то вещей внутри ты спокойно будешь проходить любые турбулентные периоды это нужно просто понимать если же ты не можешь проконтролировать свои эмоции если ты слишком как это сказать может быть панически ведешь себя особенно вот последний месяц на рынке кто на рынке тот понимает о чем я сейчас говорю то вряд ли ты устоишь от волатильности которая полностью накрывает рынок и потом по нашим оценкам следующий год будет крайне волатилен поэтому нужно просто понимать что волны будут если у тебя есть курс есть команда ты по волнам спокойно будешь проходить вот вы говорите что главные враги украины коррумпированные чиновники а кто друзья друзья главные друзья это предприниматели бизнесмены потому что эти люди создают рабочие места они создают бизнес и если не будет предприниматели то извините не будет украины потому что кто будет давать работу и чиновникам и и людям которые не предприниматели что я считаю что все таки предпринимателями не становятся рождаются и это склонность это генетическая или еще какая-то поэтому спасибо предпринимателям спасибо сразу предупрежу что я не буду специально спрашивать сегодня там нападение на падэ я понимаю что мы к этому придем так или иначе там в ходе дискуссии все равно да но этот вопрос из моих уст вы не услышите вопрос наверно ко всем вот что сейчас происходит вообще с рынками да потому что сначала у нас был к вид потом добавились вот эти вот розничные инвесторы которые ведут тяжкую борьбу с роботами кстати про вашего робота велик мы тоже спросим потом да и тут еще добавились политические вот эти вот очаги напряженности да вот как выглядит мировая экономика вот этот раздрай как бы вы описали коротко иван давайте с вас начнем я думаю один очень важный пожалуй главный фактор который наверное на рынке капитала влияет больше чем вся вот эта напряженность ведь я сразу нападет или нападет вы нужно вспомнить но важнее наверное вот событие которое происходит сейчас соединенных штатах и которые идет заседание федеральной резервной системы и объявят или не объявят я думаю для рынков капитала это будет иметь более большее большее значение объявят что ну там разные есть ожидания не хочу сейчас слишком углубляться в детализацию но в целом объявят ли о том что монетарная политика станет жестче насколько жестче когда все начнется как начнется вот сегодня там когда в 14.00 по нью-йоркскому времени по восточному времени павел будет павел 14.00 по-моему обычно он выступает 14.00 будет итоговое заявление ну вот все и будем переводить птичий язык чиновников фрс на человеческий и все будут трактовать там чем это все закончится вот это пожалуй главный фактор ужесточение монетарной политики деньги перестают разбрасываться они перестают быть бесплатными и больше не будет триллионы вливаться в систему раздаваться всем налево и направо естественно это будет иметь огромное влияние на рынке но поскольку рынок это механизм дисконтирования так то это все началось заранее вот рынок ждет и переживает вот моя версия такая спасибо сергей да абсолютно соглашусь я такой некая ретроспектива может быть чтобы так контекстуально было понятно что происходит почему сейчас такие коррекции по некоторым даже индексом нужно понимать что два года там полтора года назад фрс приняла довольно сильное решение для для того чтобы в принципе удержать мировую финансовую систему соответственно нужно было залить систему ликвидностью любая любые объемы ликвидности не всегда заканчивается повышением инфляции это нужно просто понимать когда всегда есть лак буфера времени между работой на рынках на финансовой системе нереальной экономикой вот сейчас там по прогнозам ввп в принципе потому как ведут себя рынки экономика реальная экономика она постепенно вот догоняет рынки которая тоже немного коррелирует вниз все понятно что ожидают повышение вставки учетной там по консенсус где-то 86 процентов склоняя склоняются к тому что будет выбрана такой более-менее щадящий режим плюс 0.25 16 марта в принципе это наверное многих устроит в том числе фрс в том числе байдена у которого с августа месяца летят в тартар и любые рейтинги нужно понимать что мы не можем говорить вне контекста геополитики вне контекста внутренней политики сша то что происходит в том числе по регуляторной политики в финансах сша так как мы в глобальной системе в глобальной экономики а так или иначе влияет на все поэтому то что происходит на рынках там середины декабря в большей степени это вот предвосхищение риски страхи того что может быть объявлено на заседании фрс потом были опубликованы так называемыми не цида это протоколы совещаний где отдельные члены фрс говорили о том что они выступают за постепенное увеличение процентных ставок поэтому 100 что сейчас происходит это вот такая вот производная от этого а то что будет после это я думаю вот следующий блок мы поговорим как вообще будет 22 год эрика с вашего позволил немножко другой вопрос задам чтобы монотонно это все не было вот мы говорим про сша про влияние решения фрс на рынке все знают что это очень важно но вот тема которая очень долго где-то была под радаром относительно недавно для непрофессионалов вышло на радар эта ситуация на китайском рынке недвижимости и вот эти вот застройщики и страдающие по вашему как это влияет повлияет будущем на рынке не ну есть экономические циклы которые пока никто не отменял все пытаются переделать отменить экономику но цикличность экономики но не получается по недвижимости китайской китай первый вошел в кризис в двадцатом году первый из него вышел теперь опять он вошел в кризис у них четкий пузырь на рынке недвижимости он обусловлен тем что простые китайцы не знают других способов сбережения денег кроме покупки недвижимости поэтому все на покупали это проблема всех развивающихся стран потому что не развитые рынки капитала и нет альтернативы есть кирпич и есть кэш кэш там тяжело там тяжелее вывести кэш по битку по рукам тоже дают хорошо если не сажают остается недвижимость вот они все дружно побежали купили недвижимость там четкий пузырь по ценам недвижимость по владению поэтому идет просто сдувание и китай выбрал политику мягкого сдувания пузыря и но это их проблемы этой хорошо что они сдувают как-то она будет устаканиваться и я не переживаю за китай не как-то вырулят это и это влияние на мировую экономику небольшое что есть в базе в базе вот сейчас если первая часть брализонского балета это было действительно фррс всем страшного не меняют в ноябре началось дэлэверидж начали люди которые торговали акциями в кредит начали потихоньку снижать уровень кредитной нагрузки но теперь в январе у нас еще путин появился но как он был до этого но теперь он немножко поменялся перекрасился в более такую агрессивную роль и очень показательны торги позавчерашние там вчерашние когда акции летят вниз а нефть дорожает и при этом мвф говорит а вообще-то мировая экономика будет расти медленнее то есть всегда когда мира мвф говорит что мировая экономика тормозит нефть дешевеет я а в этот раз вот все хорошо только нефть дорожают полной контре почему потому что путин с танками и это геополитическая надбавка он сейчас конечно зарабатывает гигантские деньги ему никакими санкциями ну как вы можете угрожать человек который зарабатывает на нефти и газе которые дорожают пока еще зима пока вот еще все ситуации естественно вот есть базис фундамент мировая экономика дестабилизирована по многим параметрам произошла жуткая дестабилизация перекосы в ценообразовании логистические проблемы рынок труда когда американцы не хотят работать потому что им деньги просто так далее ну то есть это вот эти перекосы нам нужно и будет какое-то время пережить это нужно время и вот 22 год пойдет под словом нормализация это всего лишь возврат к норме не нужно никакой тут паники наводить что что все рушится ничего это просто возврат норме спасибо да действительно американцы вертолетные деньги если на фондовый рынок вот эти вот рубин гуды они в том числе оттуда и появились да сергей у меня вопрос к вам как-то вы упоминали что ваша компания предпочитает покупать хорошие компании испытывающие проблемы то есть брать пациента брать пациентов которые лежат на операционном столе ну это не мои слова но это классика да но я с радость на вас по вашему мнению какие сектора на операционном столе будут в этом году лежать смотрите возьмем да очень интересный на самом деле вопрос что происходит сейчас это начало моего ответа сейчас идет урезание рисков в первую очередь по технологическому сектору который был в первую очередь интересен из-за огромного хайпа который создавался последние полтора года на этом рынке как раз огромные объемы которые вливали со стороны как розничных игроков такие на удивление нормально хедж-фандов больших когда можно на компании которые еще ничего не выпускают которые нет ничего еще кроме r&d но делать капитализацию из воздуха сейчас принципе происходит и под эти операции люди брали кредитное плечо иногда в 45 раз выше чем собственный капитал когда на рынке появляются риски соответственно идет урезание рисков многие закрывают свои кредитные плечи соответственно идет коррекция в конкретном секторе сейчас многие говорят уже о том что но компании новой экономики это фейк тип big техно не соответствует действительности мы же считаем что никто не отменил фундаментальный анализ никто не отменил растущий корр бизнес в том числе классных технологических компаний поэтому сейчас в том числе возможность кто в позициях это усреднение либо захода в первоклассные технологические компании которые сегодня с дисконтом 30 35 процентов можно спокойно взять в том числе вот эта коррекция которая происходит она захватила и другие сектора в том числе многие компании с value сектора которые принципе у них и растущий то бизнес с одной стороны с другой стороны не и выиграют от инфляции там потребительские монополисты в том числе но их сейчас захватило это и многие компании тоже минус 10 минус 15 поэтому с точки зрения диверсификации секторальной достаточно компании в из-за трат отраслевых так называемым дали выл и сектор в том числе из технологических первоклассных компаний можно их их невероятное количество просто бери выбирай понятно что энергетика слишком выросла стоит ли рассчитывать что она еще вырастет там на 15 процентов окей может быть тот же как пример тот же shell купить сегодня по 45 не худшая идея на самом деле абсолютно не худший ли ex exxon мобайл купить поэтому есть очень много вещей которые на сегодня в этом моменте на этих страхах они как раз в этом момент распродажи поэтому можно купить как раз вот первоклассные компании на этом страхи на этой панике как раз сейчас мне кажется то что и делают и будут делать большие фонды в том числе пока вот робин кудовцы боятся наше мнение спасибо иван вопрос к вам да я бог хайпом другой вопрос я хотел дополнить дополнить я хотел согласиться частично вас сергеем когда он сказал что действительно ну нужно покупать хорошие компании вот это то что называется по английски quality investing на мой взгляд имеет большой смысл она требует большого труда но в конечном итоге окупает себя мне кажется по словам не надо тогда задумываться завтра пойдут рынки вверх или вниз будет волатильно не волатильно вы можете не следить за тем что каждый день происходит на бирже и не ждать там до 11 вечера по киевскому времени когда она закроется смело отправляться рано спать жить своей жизнью и она работать эти компании действительно качество качественно но вот в чем я немножко не соглашусь это с технологическим сектором как бы до технология в будущее мы все понимаем что нельзя жить прошлым надо стремиться к чему-то большому но меня всегда вопрос как найти вот эти вот эти жемчужины технологические сидя 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 в киве как и фундаментально проанализировать если вся их стоимость в основном очень часто основана на вот возбуждающих рассказах акционеров менеджеров на массовом ажиотаже и все говорят да это будущее а скажи почему будущее ну потому что это будущее это новые технологии ну так и я могу рассказывать про многие вещи но к сожалению вот компетентно про многие компании сейчас я не могу не могу сказать и вот тут одна вещь вот возрасте ничего хорошего нет одно из преимущества только опыт я помню в 2000 году тоже все говорили о доткомах о том что это будущее без него жить нельзя и даже мы вместе с одним очень известным украинским бизнесменом тоже создавали создавали дотком к сожалению очень неудачно и потеряли в результате деньги да из тысяч этих компаний технологических которые есть сейчас одна-две станут амазонами эплами гуглами это будут звезды от них будет зависеть судьба человечества вопрос только в том как среди этой тысячи сидя в киеве найти вот одну единственную да учитывая что у нас дискуссия как раз не так скучно мы не должны соглашаться во всем как пример ты понимаешь да как как пример запрещаю полностью соглашаться что что такое что такое в нашем понимании там технологические какие-то или звезды или какие-то компании не имеется ввиду какой-то венчур да не имеется ввиду компании которая месяц назад еще только там род шоу завершили у них чувака период не закончен по айпио мы такие компании не берем да но как пример на сегодня возьмем microsoft да очень неоднозначная компания да но тем не менее там вчерашний отчет очень хорошо показал azure возможно все-таки завершится хотя вопрос по антимонопольному комитету покупки activision blizzard когда они понимают что метаверса которым все говорят он все равно через игровой бизнес будет строиться это такие очень стратегические истории ты понимаешь что топ-менеджмент очень стратегически смотрит ты видишь баланс компании ты видишь остатки на счетах этой компании что не нужно забывать это есть фундаментальный анализ и ты видишь компанию с дисконтом например минус 25 хорошая ли это покупка я думаю не в неплохая покупка да вот вот это об этом больше и тут сами абсолютно согласен microsoft да как я имел ввиду как пример я не про зум компании слушать если что не про зума да извините что я в это не ответил на ваш вопрос и вот передумал решил реку вопрос отлично хорошо вот смотрите я опять же вопрос дилетантский совершенно просто интересно послушать что профессионалы на эту тему думают вот как я это вижу вот сначала на рынках торговали профессионалы вот эти вот жилеточки там на биржах вот это все да потом значит появился там более или менее это какой-то зачаточный финтех который это все принес физикам примерно параллельно плюс-минус появились роботы и последние два года роботы рубятся с физиками кто кого немножко шире вот это саванна есть и львы есть газели и овцы да есть слоны первое начнем со слонов пенсионные фонды это слоны они большие они жиреют как как наполняется пенсионные фонды каждый месяц от зарплаты американец отправляет денежки и он не знает во что вкладывает этот пенсионный фонд у меня дочка когда работала в австралии у нее там каждый месяц что-то откладывалась она видела у себя вот я владею вот такими то она не принимала ни капли решения и основные деньги почти основные деньги именно там это пассивные деньги они просто они не смотрят монитор они видят дальше что-то я похудел за последний двадцатый год у нее был такой худеющий сначала потом все восстановилось и это большие деньги и важно понимать что происходит с этими деньгами у них идет инфлоу постоянно или или нет считается очень просто если совокупные доходы населения сша за исключением государственной помощи растут значит у пенсионных фондов ежемесячный приход кэша и они молча по своей декларации идут и покупают акции каждый месяц покупают покупают и покупают и это гигантская сумма когда такая мягкая реклама у меня шестая книга вот я сегодня как на этой неделе отдал я сейчас будут корректировать я привел там пример про реддит есть какой-то человек который выступил таким ленином на броневичке которая якобы атаковал уолл-стрит и заработал кучу денег на самом деле все деньги которые заработали эти реддиты это меньше одного процента от тех денег которые заработали другие люди но мы все читали про реддит и это инфа инфа как инфа война это отвлечение как фокусник он отвлек внимание это все физики у нас когда-то во всех обвалах курса гривны были виноваты физики но мы же понимаем что это не так что совершенно другие люди виноваты и точно не население которое бабушки которые пошли и что-то купили по 100 долларов вообще про другое вот здесь вот этих мелкие физики они почти не влияют на рынок но где где возникает влияние первых есть пенсионные фонды есть family офисы это большие деньги есть хедж фонды а гигантская индустрия есть из больших на пожалуй все вот из больших вот я фонды национального благосостояния норвежские саудиты у них еще гигантские деньги и у у пассивных почти каждый месяц идет приток денег в фонды и они почти каждый месяц идут и покупают акции есть еще байбекеры это самые компании вот в этом году ожидается на триллион долларов компании заработают прибыль инвестировать особо не во что такая вот технологическая современность и они будут идти покупать свои акции триллион долларов но это не маленькие деньги вообще-то физики все вместе взятые планет на планете будут отдыхать и мягко стонать где же этот триллион и это тоже приток денег на покупку есть еще деньги по наследству которые будут уходить была классная статистика сейчас началось передача наследства от baby boomer of к миллениалам в год стартуют они из двух триллионов через где-то 10 или 15 лет закончат где-то на 4 триллионов долларов в год передачи от одного поколения другому поколению и нужно понимать потребительская привычка инвестиционная привычка baby boomer of а это мои родители вот грубо говоря наверное вот баффет нет баффет нет предыдущего поколения ну да скорее мои родители вот такой возраст 60 хвостиком лет 50-е годы рождения после войны и амелиана миллениалы это моя дочка это грубо там 30 летом до 30 чуть-чуть 25 где-то 35 лет миллениалы недвижимость ну да им интересна недвижимость пожить в ней владеть они вот сегодня в сидне и завтра в берлине послезавтра еще где-то кто знает где они будут жить они сами не знают и они покупают когда обзаводятся семьей а так как обзаводятся семьей сегодня все позже и позже то они покупают все позже и позже и спрос у них на недвижимость тоже все позже и позже но им нравятся инфтишки биткоины эфирчики и акции толерантность к риску у них выше это тоже поток день то есть реально сегодня поток денег который идет в рынок акций настолько гигантский что да эти просадки это все весело и замечательно но я думаю что еще самый большой пузырь не надулся он надуется к 30 году и вот там там мы будем обсуждать крах этого вселенского пузыря а пока роботы роботы почти ну как они влияют вот в чем разница финальная такой абзац так как основные капиталы хранятся в пассивных инвестициях купили и держат то получается это грубо говоря 90 процентов всех всех капиталов и 10 процентов они как-то двигаются на рынке и бывают моменты когда на рынок приходит или уходит 10 процентов и кажется от всего объема это немного но от ликвидного объема это удвоение то есть в какой-то короткий промежуток времени оказывается на рынке нет ликвидности что делает маркет-мейкер вот где роботы появляются маркет-мейкеры нынче очень умные ребята идет поток заявок они все покупают у туры где-то покупает поток заявок еще у кого-то покупает поток за все брокера торгуют потоком заявок все сдают своих клиентов вот до трусов что делает дяди раз стоят какие почем это собирают брокера и видят у клиентов стопы здесь стоят лимиты тут а денег у них столько а если мы сейчас вот туда пойдем то там сорвут стопы их еще пронесет вниз а там мы пойдем и купим на украинской бирже вот мое преимущество что я торговал на рынке которого нет ну то есть наши объемы были копейки но это то же самое как представьте прилетают инопланетяне которых по уровню развития 30 и 3000 лет и они изучают как мы пещерные люди ерундой страдая или мы вот сейчас окажемся там а что делали древние будем изучать прошлое вот украинский рынок это какое-то там это американский рынок 19 столетия был и вот здесь вот эти сквизы все это манипулировать все ну насмотрелся наигрался и как нас таскали как мы таскали и вот то же самое там происходит только на очень больших объемах и роботы помогают именно в этом 12 раза в год роботы раздевают физиков слабые руки теряют деньги отдают сильным рукам вот то что мы произведем сейчас это именно вот именно вот четко этот момент слабые руки окэшиваются мне когда звонят клиенты ну мне больно одно я понимаю что это классические физики и нужно делать наоборот чем больше клиентов не звонит в панике рынок упал на 10 процентов давай почему вы не шортите первый вопрос и второй вопрос продавайте все ну вы наверное самые умные это первое второе а почему продавайте а может нужно покупать может еще ну есть масса других опций спасибо то есть роботы с физиками все-таки рубятся роботы раздевают физиков о отличный ответ запомните иван вопрос к вам раз уж мы заговорили про будущее про роботов крипта да что должно произойти чтобы она из угнетаемого спекулятивного актива стала чем-то респектабельным знаете наверно вопрос скорее всего не ко мне потому что я по отношению к крипте настроен крайне пессимистично я знаю потому и спрашиваю я вообще не понимаю что это такое то есть вот недавно было замечательно это я прочитал высказывание насима талеба о крипте и лучше его я не скажу я полностью с этим согласен я не помню как он назвал там то ли химера то ли фантом то ли пустое место еще что-то порожденная эрой низких ставок вот действительно на мой взгляд это соответствует истине но какое-то что-то создали вот этим можно поторговать вот давайте эти поторгуем все говорят это актив в чем в чем ценность этого ну каждый актив имеет ценность да нефть какую-то свою имеет ценность там акции компании которые что-то производят генерируют денежный поток можно я задам вопрос да сейчас гигантский рынок в игрушках люди покупают скины еще какую-то ну если у вас есть дети или вы сами играете вы знаете об этом это ничего моя дочка почему самые классные стикеры все платные да и это предтеча метавселенной почему я покупаю нефти картину потому что я теперь владелец я ее повесил на виртуальную стену и буду там что-нибудь под ней делать я слышал да что сумочку гучи виртуальную продали дороже чем настоящую сумочку гучи это есть но с ней вы можете побродить по виртуальному миру вот я не знаю кто из вас пользуется активно крипто и для расчетов для расчетов хорошо для сберей тезер замечательная рекомендую переходить на тезер хорошо кто из вас пользуется ну да сбережение наверно кого-то есть не надо поднимать руки но все равно я честно говоря я не понимаю в чем может это моя проблема я не настаиваю никто из нас истиной не владеет но все что происходит вокруг крипты исключительно трейдинг на эмоциях на технических индикаторах я не понимаю как крипте определить фундаментальную стоимость если есть компания генерирующая денежный поток там я могу что-то объяснить и там я могу к чему-то привязаться в крипте ну есть какая-то стоимость там себестоимость майнинга наверное это единственный фактор к которому действительно можно привязаться все остальное на мой взгляд это это эмоции это ажиотаж и это то что называется по-английски да fulls game ну игра в расчете на то что у вас вот это что-то есть многие собственно и не понимают что это такое да ну вот это что-то кто-то у меня купит потом дороже и вот я вчера буквально разговаривал с одним товарищем он говорит ну ничего сейчас это дешево она же будет сто стоить если пятьсот будет стоить тысяч верить в это то тогда сейчас еще дешевле еще больше надо покупать поэтому я вот скажу вам честно крипта да она может расти наверное там люди заработают состояние и она может быть и сто тысяч и пятьсот тысяч что угодно но это наверное больше вопрос не к каким-то инвестиционным методам и каким-то техникам и каким-то знаниям а это человеческая психология и и все вот больше я ничего сюда приплести не могу ну могу сказать каких-то умных слов которые вы без меня знаете блокчейн будущее человечество и так далее вот так у меня пессимистичный взгляд то есть придумали хорошую технологию и зачем-то превратили ее в спекулятивный инструмент а во-вторых да последнее что я добавлю то что вначале говорилось вот крипта это хорошо децентрализация государства не будет контролировать но оказалось контролирует а более того оказалось запрещает и мы видим китай и индия и соединенные штаты и британия и государство на мой взгляд ну как государство может упустить бразды правления финансовой системы и позволить создание альтернативной финансовой системы тогда что из себя будет представлять государство поэтому может она будет и может мы будем пользоваться криптой как валютой в каком-то виде но она будет под контролем государства и ничего такого уникального не будет наверное все я закончу нужен блокчейн нужна технология блокчейн для метавселенной это одна из базовых технологий технология я согласен но я не настолько специалист технология что сейчас там очень что-то интересное оригинальное сказать и блокчейн но вот именно о криптовалютах там самых популярных биткоин там этериум там эти примеры с с этими с дочь коином там еще что-то когда есть бесконечное предложение этого и цена там растет но это нонсенс с точки зрения здравого здравого смысла ну если за этим стоит очень популярный на планете человек и каждый день под ну не каждый день но регулярно подогревает к этому ажиотаж и все время мотивирует и ему нравится управлять миллионами людей и он от этого ловит карта и все деньги для него уже не кайф ну тогда да тогда вот пока такое будет ну кто хочет играть в эту игру пожалуйста но мне лично кажется это не инвестиция потому что инвестировать в объект в котором вы не можете даже оценить хоть как-то примерно какую-то фундаментальную стоимость но это к сожалению я общаюсь с молодежью они другую и они почему-то начинают предпочитать покупать виртуальные какую-то финтифлюшку реальные вещи и готовы за это платить большие деньги и тут рост и темп роста рынка превышают темпы роста физического рынка у меня есть один комментарий если вы позволите чтобы не было это слишком долго от одного человека я думаю что хорошо вот об этом о виртуальности рассуждает то очень молодое поколение которое с комфортом живет в абсолютно материальных папыных и мамыных квартирах питается папыной и мамыной едой и носит папыные и мамыные вещи я вот только разговаривал с одним своим давним хорошим другом в Лондоне который сделал большую карьеру в Сити так и он говорит нам когда было в 90-х когда мы были там намного моложе у нас даунсайда вниз возможности двигаться некуда было у нас все что не сделаешь все вверх а сейчас наши дети образованные там в частных школах и выросшие в комфорте для них куда ни крути в основном даунсайда не абсайд поэтому это может просто определяться условиями существования молодого поколения вот такая версия опять же не претендуя на истину спасибо давайте уйдем от темы крипты Сергей сейчас будет вам вопрос вы долго терпеливо ждали ну вы знаете да что я уволился из Калсберга мне там заплатили парашют и я его переводил на свой счет в Австрии я там прошел через какой-то семь кругов ада ну понятно что деньги все белые да ну Калсберг камон все налоги уплачены с каждой копейки за все там годы они согласовывали зачисление суммы понимаете да зачисление то есть деньги ушли из украинского банка они пришли в австрийский банк на какой-то транзитный счет в приложении их не вижу их нигде нет они согласовывали зачисление суммы на мой же собственный счет за раза две недели вот насколько токсичны украинские деньги в европе и на западе причем я тут белые пушистые все заплачено вообще там куча бумаг все ну наверное главный ответ к сожалению все что касается украинских активов за рубежом оно по умолчанию считается чаще всего токсичным проверки намного тщательнее происходят намного жестче комплаенс западных банков и мало того что когда ты являешься даже став полноценным клиентом какого то я сейчас не говорю за какую-то вторую третью категорию банка например мы с ними не работаем если это какой-то первоклассный банк даже если ты заходишь в этот банк 10 миллионов долларов то ты считаешься все равно условно говоря изгоем этого банка в каком плане к тебе всегда будет отношение топ-менеджмента очень с таким дополнительным вопросом с другой стороны они понимают что украинский клиент это клиент условно условно опять-таки такого нового формата это не старые европейские деньги это не старые семейные деньги и во многом многие украинские клиенты делают для западных банков они работают только по одному критерию это комиссионное и многие как раз украинские клиенты в силу активности их деятельности в силу того что многие действительно инвестируют делают операции активные они дают возможность западным РМам зарабатывать эти деньги потому что пассивный клиент за рубежом он никому не интересен задача любого банкира расторговать клиента к сожалению поэтому тоже нужно относиться к западным банкам как очень агрессивно настроенным для того чтобы из клиента выжать максимум комиссии а с точки зрения комплайнса конечно да но у нас и украинский комплайнс уже такой довольно жесткий нужно это понимать но флажок токсичности к сожалению я даже так скажу до 22 года по нашему опыту токсичность российских денег была ниже чем украинских это всегда очень обижала как то так вот так интересно от страны к стране вот австрия она мучила меня а португалия не мучила вообще зачислили и все наши люди там там другое отношение но если бы на возможно это была испания мучили бы так же как и австрия да германия тоже сложная то есть это ну это современный мир поэтому есть спрос на крипту но добавлю да добавлю такой момент очень важный если клиент в течение там какого-то промежутка времени обслуживаясь в банке он зарабатывает себе вот это так называемое кредибилити да то его статус в глазах банка ну на порядок повышается поэтому очень важно если работа либо перспективы работы через западный банк когда ты можешь а они очень ценят формирование долгосрочного инвестиционного портфеля для них это вот такой уже большой флажок потому что это один из признаков того что клиент не рассматривает этот банк как промежуточный как транзитный да и второй момент когда клиент под залог своего портфеля своих ценных бумаг получает кредит а в условиях сверх ликвидности остатков в банке это очень низкие проценты и за счет своего же инвестиционного портфеля кредитуется и покупает какие-то активы вот в такой в таком концепте он становится для западного банка очень желаемым клиентом из-за него начинают тогда уже рубиться по-настоящему да спасибо ясно ясно теперь что делать ну так работает да хорошо сейчас очень много дискуссий идет о том как вот эта вот волатильность возникшая но в том числе в связи с политическими событиями там с ковидом влияет на украинскую макроэкономику чего нам ждать в этом году вы говорили о том что он будет очень волатильным я думаю это и так всем понятно чего ждать от ставки от доходности по ВГЗ вот по таким вот основным каким-то базовым маркерам да которые определяют состояние украинской макроэкономики кто-нибудь хочет я вижу или хочет высказаться да было начало года мы выходили на рекордные показатели по ВВП на душу населения в долларе все великолепно рост зарплат к сожалению от 10 до 15 процентов ожидался и пока все к этому идет но итоговые темпы роста будут ниже чем ожидалось изначально потому что высокие цены на газ и все предприятия которых проблемы которым нужен газ у всех проблема кому нужна электроэнергия то есть все энергоемкие производства проблема все трудоемкие производства проблема все капиталоемкие производства опять же проблема потому что опять же доступ к капиталу ухудшается он вроде как есть этот капитал но боюсь ситуация с ликвидностью вот она будет такая постоянно ухудшающаяся нам учетную ставку обещают поднять до 11 процентов в марте это естественно тоже немножко подтаскивает ОВГЗ повыше по доходности но это такое это это мелочь одиннадцать десять одиннадцать какая разница просто важно понимать что мы живем в мире переключателя вот есть вкл и есть выкл промежуточного состояния я думаю не будет то есть есть состояние война маловероятное но есть риск полноценного вторжения и понятно этот формат это остановка это это военное положение это проблемы с банковской системой остановка ну как другой формат проведения платежей ну то есть это военная экономика то до чего мы чуть-чуть не дошли в четырнадцатом году вот там вот на грани были военного положения и вероятность я оцениваю как очень низкую но она есть ее нужно понимать что она она не нулевая и второй режим мы переживем с трудом зиму но переживем все будет хорошо где-то с 15 февраля начнут наконец-то падать цены на газ но они сильно не упадут к сожалению останутся все равно на среднем высоком уровне там 500 долларов может быть за тысячу кубов зато цены на сырье будут высокими и те кто продают сырье какой-то экспорт более-менее будет хорошо и плюс так как высокие зарплаты то те кто на внутренний потребительский рынок будут продавать у них тоже будет все хорошо поэтому и поэтому вот у них будет все нехорошо у тех кто создает добавленную стоимость и продает на внутренний рынок потому что высокие цены на сырье и высокие зарплаты их прибыльность просто приколотят доской гвоздями к стене то есть они не способны переложить растущие сдержки на потребителя они это делают уже второй год потребитель обеднил покупательная способность просто катастрофически падает у меня всегда тогда вопрос есть ли такая низкая покупательная способность как они все говорят а чего же у нас цены на квартиры так в космос улетели а потому что фондового рынка нет ну это означает что у кого-то деньги все-таки есть я не знаю как у вас но вообще-то средние зарплаты за прошлый год выросли где-то на 20 процентов по украине то есть людям раздали деньги да конечно их в их же и выкачали через высокие цены но это сообщающийся сосуд поэтому я смотрю на отчетность американского бизнеса в основном они особенно в потребительском секторе перекладывают успешно перекладывают высокие сдержки на потребителя и прибыльность американского бизнеса остается нормальный вполне маржинальность все там там все более-менее хорошо с маржинальностью возможно еще вопрос эффективности не у каждого бизнеса может быть есть есть резервы это зависит от категории категории конечно да тут я не буду вступать в эту дискуссию чтоб у меня там соглашение не разглашение до сих пор подписано поэтому я секретов не буду раскрывать ну у пива я помню легенда про замечательное пиво это было конец 90-х годов тут начало двухтысячных масса инвесторов там рогань масса инвесторов приходила и покупала пиво на фондовом рынке оно торговалось и считали я помню этой калькуляции вот чехи пьют столько пива украинцы будут пить в два раза меньше по факту украинцы пьют поменьше чем в три раза меньше и вот это и вот эти вот всего лишь маленькие потому что в чехии большую часть пива пьют украинцы приехавшие туда в качестве туристов и вот эта небольшая разница она придавила пивников пиво это отдельная тема пивоваров я не люблю слово пивники пивоваров пивоваров придавила конкуренция в сетевых форматах вот что и действительно придавила где можно пиво дешевле воды иногда увидеть хорошо да всегда может быть не знаю но тот же вопрос не про пиво такой может комментарий не комментарий не знаю даже как-то назвать потому что у каждого все равно есть реальный бизнес из присутствующих у многих он в Украине и все равно если постараться абстрагироваться с одной стороны от текущей ситуации там с этой угрозы да как мне кажется наверное главный негативный фактор который сыграет на сегодня и это по совокупности финансовых там макроэкономических геополитических факторов это то что отыграет что курс доллара он будет к сожалению относительно гривны укрепляться и наверное нужно это уже учитывать в планировании на первое полугодие у многих у кого с этим связаны в принципе расчеты по бизнес-планам реальному бизнесу с другой стороны стоимость ресурсов она по отношению к тому как она выросла после зимы не откоррелирует на какие-то да вот те уровни до зимы они будут так же высоки поэтому вот в этом плане наверное самая негативная история которая сейчас происходит для Украины и все мы видим что происходит в АГЗ еще там полгода назад многие говорили что это возможно лучший инвестиционный инструмент ну минус 25 в моменте какой же это инвестиционный инструмент это чистой спекуляции инструмент так это государственный долг нашего государства либо евро банды за которыми сейчас охотятся украинские с 20 процентным там дисконтом среднем это тоже говорит о том как относятся к Украине да на сегодня при малейших рисках эти риски сейчас по спирали раскручивают в медиа и это огромное влияние на внешнего инвестора как он относится к Украине к сожалению и как он ближайшие полгода какие объемы внешних инвестиций будут сюда да их не будет с одной стороны инвестиционные программы капекс международных компаний которые работают здесь не сворачивались потому что это большие проекты но новых проектов никто сейчас не хочет планировать и вот дисконт по нашим госбумагам о многом говорит на сегодня госбумаги прекрасная тема одна из моих любимых когда я слышу заявление отдельных брокеров о том что это очень надежный инструмент я всегда ну тут чтобы исключить эмоции есть рейтинги эмитента если посмотреть на рейтинг эмитента нашего Минфина то он на 5 пунктов ниже инвестиционного рейтинга что это значит все что ниже инвестиционного рейтинга американские банки в это вкладывать не имеют права это спекулятивный инструмент спекулирую на здоровье понимая все риски поэтому вот я полностью согласен с Сергеем о том спекулятивной природе ОВГЗ но одного из любимых инструментов инвестиций в Украине да заработать можно но точно не инвестиция купил и спокойно ждешь там 5-10-15 лет что касается Украины то извините меня за пессимизм я думаю все будет плохо почему будет я не очень оригинален я думаю в этой мысли но почему будет плохо даже то что мы растем как в этом году не знаю посчитают ВВП 3 процента будет или 3,5 процента может в абсолютная величина и выглядеть неплохо но это плохо потому что это медленней чем растет весь окружающий нас мир то есть значит чуть-чуть добавляем и все равно отстаем 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 и отстаем никаких предпосылок для того чтобы изменить эту ситуацию я честно говоря не вижу в краткосрочной перспективе если смотреть следующий год ну наверное цены на сырье будут не думаю трудно предсказать но не думаю что опять руда будет выше там 200 долларов за тонну так что будет с ценами на сельское хозяйство увидим я не такой специалист в сельском хозяйстве чтобы прогнозировать но что важно повышение вот это изменение монетарной политики в сша оно приведет к тому что ставки выше будут доходность инструментов в соединенных штатах будет выше и отток капитала пойдет пойдет туда и я думаю и для украинского государства и для украинских компаний будут проблемы с привлечением капитала что точно плохо потому что вы как все бизнесмены опытные предприниматели понимаете без капитала развития быть никакого не может с точки зрения долгосрочной перспективы тоже выглядит все плохо потому что без прямых иностранных инвестиций мы не протянем ну необходим хотя бы какой-то пример для того чтобы при всем уважении украинский бизнес к чему-то тянуться к передовым технологиям методам управления для этого нужна конкуренция иностранные прямые инвестиции это деньги это рабочие места это технологии это новые способы управления это то что может не только сделать страну как-то богаче вот впрыскивание денег а и поднять на новый уровень украинский бизнес а прямых иностранных инвестициях это давняя плохая история это катастрофа у нас их в стране нет да есть пивовары которые начали приходить есть кока-кола есть то что есть во всем мире так но нет очень многого из того что могло бы быть и тоже есть в окружающих странах и вот пока мы не начнем не станем страной привлекательной для иностранных инвесторов мы будем с вами сидеть обсуждать высказывать экспертное мнение что будет с Украиной маленькой сырьевой экономикой полностью зависимой от того что будет на рынке сырья и на рынке капитала подует ветер туда ну хорошо наполнятся наши там витрила ветром подует в обратную сторону ну поплывем в обратную сторону так и будем болтаться вот в зависимости от ветра не управляя своей судьбой для того что управлять своей судьбой говорить не буду что надо сделать я думаю каждый из присутствующих здесь может сам сказать что должна сделать Украина для того чтобы изменить свою судьбу мы все это чудесно знаем как знает человек что надо делать для того чтобы быть здоровым стройным умным образованным красивым и так далее знаем знаем делать очень сложно вот мое видение такое так а что нужно сделать если фактор Путина убрать в сторону вы знаете фактор Путина если убрать ну я не знаю уберем ее в сторону я думаю надо учиться жить с этим но когда мы начиная с 2014 года рассказываем о том что главная проблема почему к нам не идут инвесторы это российская угроза это война важно война это плохо война это трагедия но извините у нас кроме этого есть масса факторов которые только начни перечислять которые отпугнут любого инвестора даже если завтра российской федерации просто не станет Украина не любит инвесторов Украина не любит я ненавидит и предпринимателей не любит и предпринимателей не любит слушайте ну то чего не хватает для прихода FDI прямых иностранных инвестиций я могу сказать я же 8 лет был бордьям чама там в общем то это артикулируется 10 раз в год всем правительством которые всему калейдоскопу который перед нашими глазами прошел за эти годы да верховенство право судебная реформа все мы все это знаем а вместо этого говорят война ну да война безусловно это серьезный фактор но поверьте война инвесторов не пугает тем более если она заморожена в каком-то определенном регионе да но если ты приходишь строишь завод а у тебя его завтра отжимают вот это пугает иностранных инвесторов сейчас наверное короткий блиц будет начнем наверное с ивана apple или google и то и то но google мне больше нравится хорошо сергей да евро или швейцарский франк франк хорошо ну тогда или к вам после этого крайний вопрос да даже вот не знаю что спросить агро или нефтянка агро отлично большое спасибо нашим уважаемым панелистам еще сделаем агро то есть агро он Субтитры создавал DimaTorzok